Канал Али Аттисам представляет Ва-Рахматуллахи ва-баракатух Для тех, кто дал салам Им всем Ва-Алейкум-салам Ва-Рахматуллахи ва-баракатух И Амин за ваши дуа В бисмиллях Начнем отвечать на вопросы Правда ли, что Ибрахим Али-Иссалам не принимал пищу Пока к нему не приходили гости Братья-мусульмане Есть такие истории, которые до нас дошли Но не от нашего пророка Саллиллаху али-Иссалам Которого нет ни в Коране Ни в сунне пророка Саллиллаху али-Иссалам Есть До нас, которые были общины Иудеев, христиан и других От них к нам дошли Истории о пророках Этой истории мы не должны отрицать И не должны верить Можем так и рассказывать Из таких историй является История Ибрахима али-Иссалам Что он не принимал пищу Пока не будет кто-то с ним Из гостей кушать Это передает из Исраиля Из Рассказывал Предыдущих общин А достоверного источника Что именно так делал Ибрахима али-Иссалам У нас нету в Аллаху алим Иногда, проезжая мимо соседей Люди слегка Привстают со своих кресел В машине Чтобы тем самым Поздороваться Это ведь не относится К поклонам Дозволенных лет Это просто делается Что они видели Что ты им салам дал И машине ты едешь Салам алейкум Надо обязательно говорить Не просто там Приподнимаешься Вместе с этим Должен Салам алейкум Говорит Если чуть предподнимаешь Что они заметили Что ты им салам дал Этому запрета нету Аллаху алим Я занимаюсь Продажей оптом Продукции К примеру Продажа этой продукции Бывает по 1000 рублей Это мы продаем Оптовикам Могу ли я накидывать Сам тоже Свой интерес И продавать Своим клиентам Которых я сам нашел Является ли это Дозволено Для меня Так как хозяин против Если хозяин против Нет не имеешь права Это его товар Ты просто являешься У него работником Себе накидывать Без его разрешения Не имеешь права Аллаху алим Если можно Делайте пожалуйста Лекции на тему Талибы Пуштуни против других Наций Афганистана Потому что Потому что Многие ждут Разъяснения действиям Талибов И почему Талибы ненавидят Таджиков И правда ли Некоторые говорят Что талибы Под названием Ислама Хотят строить Пуштунское государство Если не так То когда Почему тогда Пуштуни талибы Сейчас управляют Афганистаном Коротко скажу А так Лекции может быть Сделаю Там нету Вражда между Таджиками И талибами Там есть Вражда между Теми людьми Которые хотят Шариат И те которые Хотят Западную власть Из этих Боли Панчеры Таджики Которые жили В Панчере Во главе Сыном Сыном Ахмада Масхуда Талибы Если хотели С ним войну Они Несколько дней С ним Приговоры делали Чтобы они сдались Там маленькая земля Чтобы не пролить кров А почему Пуштуни управляют Потому что Они выиграли Они воевали Они 20 лет Воевали Чтобы выгнать Оттуда Окупанта Это само собой Они будут управлять А что они Враждают С другими Нациям Нет Среди талибов Есть И арабы Среди талибов Есть И таджики И узбеки И другие Национальности Которые живут В Афганистане Это вранье И западная политика Что они Воюют Против другой Нации Нету Такого Я мусульманин Но мне непонятно Почему апостолы Ииси Умолчали Его спасение Может быть Вы Шейх Что-то расскажет По этому поводу Аллах Субханалу Спас Иис Алейхиссалам От Убийства От распятой Его не распяли Он Его Аллах Субханалу Поднял На небеса А почему Они умолчали Может и не знали Аллаху Алям Не знаю Почему умолчали Как Преубедит Моего отца Суфиста И еще Что отвечать На такой вопрос Суфистам Наш пророк Мухаммад Салли Аллах Алейхиссалам Сказал Что придет Человек Который Завоюет Костантинопол По другому Говорил Он Но тут Не помещается И так Призошло Он Был Суфистом Почему В первую очередь Это Хадис Разноглас Ученых Достоверный Энерред Кто Откроет Константинопол Это Хороший Это Является Амиром И Является Хорошим Арам Это Не означает Если Даже Мы Человек Суфи Говорим Человек Ашарит Мы Из Ислама Не Уводим Значит Если Он Мусульманин Если Он Открыл Какой-то Город Это Не означает За то Что Он Суфист его открыл. Он за то, что он мусульманин и слушался Аллаха и открыл. За то, что этого человека из всего же из Ислама не уводят. Из-за этого даже, например, если даже этот Мухаммад Фатих был суфистом или ашаритом, это не означает, что он правильный человек. Убеждение имеется в виду. Это не означает, что все, что он делает, правильно. Нет, но он означает, что он мусульманин. Мусульманин дал Фатих, и он был хорошим Амиром. И также другие победы, которые Аллах даёт. Можно ли грызть ногти? Ногти вредные и грязные, а грызть, конечно, нельзя и некрасиво. Правда, что у пророка была сила 10 человек. Это вопрос мы ответили. Скоро выйдет видеоролик. А так коротко сказать, у пророка была сила 30 человек. В другом революте есть даже с подъема 30 или 40. Мастер работал у меня в сотовом салоне. Какое-то время, месяца три. Последнюю неделю я не мог прийти на работу, так как заболел. Когда я пришёл, выяснилось, что он потерялся, исчез в телефоне клиентский, тоже кучу должен остался клиентам. И деньги за ремонт у них взял заранее. Мне об этом говорят люди, которые приходят ко мне. Я его официально на работу не брал. Но всё же он сам ответственен. Ответственен. Теперь или же на мне тоже есть ответственность за его долги. Мне должен, он остался, 20 тысяч рублей. Мне важно, чтобы по исламу, я должен сам за него отвечать или нет. «Брат мой, если он у тебя на зарплату работал, ты его поставил в магазин, ремонт делает, и от него зарплату, он тебе зарплату платил, остальное себе забирал. Или же ты его поставил, долю его ремонта ему давал, остальное себе забирал. Если в таком формате он у тебя работал, да, ты должен за всё, что он сделал, отвечать. Потому что это твой магазин, твоя работа. А если он арендовал место в твоем магазине, ты от него ничего не зарабатывал, кроме как этот част магазина ты ему аренды давал, тогда он сам отвечает за свою работу в Аллаху А'алам. Как правильно потуплять свой злозор и оберегать его от запретного по исламу? Надо ли всё время смотреть вниз и держать глаза закрытыми или достаточно то, что ты просто не смотришь на них, но их видишь. Мы не можем сказать постоянно спустя голову, ходи. Или закрытым глазом ходи. Человек так невозможно. Тем более, в наше время, когда в центр города идёшь, машина, остальные, всё. Из этого главный взор не направлять на женщин, специально смотреть. А так под глаз попадал, отвернул глаза и дальше пошёл. Или женщина проходит, не обращаешь внимание, перед собой смотришь, глазами не сопровождаешь, не смотришь на неё в таком форме. И Аллах в Коране говорит, вот так уллах маслата «Бойтесь Аллах как вы можете по вашей силе сверхъестественного, который не может. Аллах на нас не возлагал. Из этого постоянно спустя голову ходить, закрытым глазом выходить, нас не требует ислам. Главное зрение за зрением, зор за зором, чтобы не пошло. Увидел девочку ещё провожающую глазами, чтобы такого не было Аллаху Аля. Можно ли быть верующего по лицу, если тот оскорбил мою сестру и мою честь, если нет, почему? Конечно, если бы оскорбления бывали в исламе и был бы шариатский закон, их наказывали бы по шариату. Мы сами знаем, если мусульманин честь, имеется в виду, наговаривая на него, что он или она жена сделала, по шариату наказывают. Сын наказает 80 палок по спине. Но сейчас если без тебя имеется в виду, и ты виноват, он не был как-то, если на тебя обзывают матухать, мы должны остановить этого человека, чтобы он этого не делал. По меньшей степени. Если можем словом остановить, быть, не имеем права. Если один раз ударил, остановить, можем два раза ударить, не имеем права. Не так, как сейчас делают за то, что одно что-то сказал, ломает его полностью и делает коллеги. Не такого формы. Я замужем, учусь и получаю хорошую стипендию. За это почти всегда я сама свои деньги покупаю себе и дочке одежду, покупаю вещи для дома, иногда продукты. Будет ли ли мне награда за эти траты? Считается ли эти траты как милостыны для семьи за коллегу? Считается то, что ты тратишь от себя ради Аллаха для своей семьи, ты получишь вознаграждение как садапа, как милостыны. Если ребенок умер на восемнадцатом неделе до вселения души тела, что с ними дальше будет? Аллах воскрешит их судный день? Если уже душа нет, это не человек, это кусок мяса, из этого его не воскрешит судный день Аллах Адам. Можно сдавать квартиры военным в Дагестане? Братья мусульмане, мы должны проявлять к этим людям военным, которые пришли, оккупировали наши земли, им еще квартиры сдавать, мы как-то должны проявлять их сторону непричастности, показывать, хотя делами не можем, хоть таким случаем, не давать им квартиры, не давать им машине прокат, если даже можем не продавать им ничего, они же оккупанты, а так если эти квартиры используют не для военных целей, чтобы квартиру сдать, харам сказать не могу, но как мусульмане могу советовать, не давая им квартиру. Почему до 40 дней ребенка нельзя в дом приносить мясо, или это очередное обичие, конечно очередное обичие, как нельзя принести мясо, наоборот, даже седьмой день суд нарезать, если ребенок мальчик, два барана, если девочка один баран, это суд наоборот, суд нарезать мясо седьмой день, это все суеверие в Аллаху Адам. У нас по традиции дом к умершим уходят еще очень долго, каждый раз приходят, сопровождаются богатым столом, как можно им объяснить, что нет такого ислама, и можно ли вообще закрыть двери после трех дней траура, не только можно, нужно закрыть двери после трех дней траура, не должно это продолжать, там первую человек умер, человек столы накрывают, расходы делают, кушают там, радуются, как будто этот человек умер и там свадьба идет. Конечно, это все является новшеством, нововведением, которые запретны в исламе. Не умершие люди, семья умершего человека, не они должны людей кормить, наоборот, соседи, они должны им кушать, приготовить, как делались подвижники, как сказал пророк саллиллах делайте семья Джа'фара, когда Джа'фар маби талиб убили рахм уллах делайте для семья Джа'фара еду, к ним пришел такая беда, которая их отвлекает от еды. Так должно быть. А у нас человек умирает, сразу он думает, откуда еду взят, расходы делают, это все является запретным. Аллаху а'алам. Я пропустил джума намаз и решил сделать зухр намаз мечетев. Это время имам читал зухр сразу после джума. Я сделал вместе с джума это. Нужно ли переделывать этот намаз так и как быть сунна намазами, которые нужно совершать перед джумром? Нет, не нужно переделывать этот намаз. В следующий раз должен стараться джума не опаздывать. Если за ним уже делал обедание, считается. А перед джумом, который должен делать, если не успел, после можно восстановить в суннате. У нас в стране в некоторых местах имамы не дают совершать намаз мечетах салафитом. И имамы сами матуридиты. Говорят, что у них длинная борода, короткие штани, ругают и не дают спокойно совершить намаз мечеты. Шех, ведь никто не имеет права выгонять человека, который пришел молиться. Шех, в этом случае надо уйти с этой мечеты и сделайте таким людям насиха. Если даже ты являешься матуридитом или ашхаритом или салафит, разницы нет. Человек зашел в мечете молиться мусульманом, как можно его оттуда выгонять? И никто не имеет права мешает людям молиться. Это были когда мешали пророку молиться. Под это наказание вы попадете. А так обязательно ли с этой мечеты уйти, если кого-то выгнали? Нет, не обязательно. Мои родители хотят, чтобы я получил светское образование и вряд ли получится преубедить их отправить меня куда-то за шариатским знанием, так как они аргументируют это тем, что я не найду работу, окончил исламский университет. Не будет ли поздно учиться исламской наукой после нескольких лет обучения в советском университете Бараку Лау Фигни? Поздно ты никогда не будешь учиться. Но если ты склонен изучать шариатские знания, тогда поезжай. В этом ты имеешь право ослушаться родителей Аллаху Адам. У меня имя идола. Я знаю, что его нужно менять, но на данный момент это будет сложно. Будет ли мне куфром либо ширком, если я оставлю это имя с намерением в дальнейшем поменять. Я не знаю, что ты имеешь в виду. Если это как-то имя касается твой раб, этого идола или что-то другое. Или же это имя может быть идола и еще человеку, который дается. Это вообще другое. Это надо узнать, кто бы тебе не помешал в этом. У меня такой вопрос. Могу ли я перед смертью завещать жене, чтобы не выходила замуж после моей смерти, если я оставлю ей обеспечение и дом? Первое, откуда ты знаешь, кто из вас первым умрет? Второе, нет, не имеешь права. Она после твоей смерти пройдет 4 месяца 10 дней, она свободная женщина, имеет право выйти замуж в Аллаху Аля. Правильное значение девушки обматывают или завязывают платок вокруг шеи. Можно ли его так, как носить, или же нужно, чтобы платок свисал с головы на плечи, закрывая тем самым форму плеч. Надо закрывать, чтобы плечи были, чтобы форма шеи не видно было. А если даже так закрыто, это намного лучше, чем некоторые делают. Зад завязывают, или же без платка ходят, или же косинка сверху головы завязывают. А так полноценный хиджаб надо закрыть весь тело, весь голову и шею тоже так не облегая. Запрещено ли именно подворачивать руки выше шиколоток? Подворачивать руки выше шиколоток, если не в намазе, нет, не запрещено и дозволено. А именно намаза является ли сунни подворачивать, если в другом месте не подворачиваешь? Нет, не является сунни. А можно подворачивать намазы? Можно в Аллаху Аля. Если тренирующий на тренировке и сильно спотел, можно ли малое омывание сделать и прочитать намаз? Да, можно, необязательно полное омывание делать. Сделал малое омывание и прочитаешь намаз, так как пот не является грязным нечистотам. Как пришло в достоверном хадисе о том, что женщина будет в раю с последним мужем, если они оба верующие, если женщина разводится с мужем по какой-то причине, например, муж не выполняет какую-то обязанность перед женой и жена нехотя разводится, вынужденно бывает, грубо говоря, и она не выйдет замуж, тогда что? После смерти мужа женщина должна ждать 40 срок и после развода тоже. Да благословит вас Аллах вашу команду всех истинных мусульман Всевышний Аллах Амин 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 Здесь кажутся два вопроса. Первый вопрос. Если развелась и после развода замуж не ушла и умерла. Здесь есть женщины, которые умерли без мужа. Как? развелась или же замуж не вышла, без мужа умерли или же в рай зашла женщина без мужа. Муж ее не попал в рай, она попала. Это три вида женщин. Что с ним в районе? Они останутся без наслаждения? Они останутся без мужа? Нет. Аллах Субхану выдают их замуж. Имей ввиду, для них будут мужья из рая. Если их муж в рай не зашел или же разведенная была, или же вообще замуж не ушла. Эти три женщины все равно они тоже замуж выйдут в рай в Аллаху Алим. Второй вопрос. После смерти мужа надо ли соблюдать срок Эдда? Конечно надо. Если она неразведенная. Здесь вопрос про развод идет. Если неразведенная, да, соблюдает Эдда, муж умер 44 месяца 10 дней. И также после развода тоже у кого месячные идут, они ждут три месяца. Три месячные а у кого вообще месячные идут по старости или вообще месячные не идут человека, это ждут после развода три месяца. Аллаху Алим. Правда ли, что есть слово ученых, что у больного васфасом человека развод языком не вступает в силу, а вступает только в том случае, если он напишет это. В этой основе он не хочет разводиться, а произносит какие-либо слова из-за сильного отчаяния или чего-то подобного. Есть некоторые, но это не так открыто легко сказать, что болею я могу какие-то слова сказать. Нет. Это индивидуально каждому человеку надо смотреть, узнающему человеку спросить в Аллаху Алим. Работаю на государственном работе водителем автобуса. В день бывает план продать допустим 300 билетов. Зарплаты снимают налог около 8 тысяч каждый месяц. Всякие штрафы, как приезжег солярки, хотя я себе не отливаю эту солярку. Это то, что сжигает автобус. Вопрос в том, можно ли после того, как продам 100 билетов, то есть упалный план, то, что сверху продам, и карман, именно те деньги, которые снимают налог и штраф как приезжег солярки. Если как ты говоришь, то есть то, что снимают налог 8 тысяч рублей, как ты говоришь, и то, что за то, что хоть ты сам не отливал солярку и подорогу сжег, но они считают, что тех лишний сжег, эти деньги можете себе брать. Аллаху Алим. Ассаламу Алейкум ва рахматуллах и ва ракату. Я не знал, что после фарз намаза, в третьем и четвертом ракате нельзя читать другие суры, 10 лет. Я читал, пока не посмотрел, а вашу лекцию там нет, теперь что делать? Ничего, больше не читай, ты намаза считаете, то, что ты сделал, лапус, Аллаху Алим. 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 Как узнал, он не читает, первым, вторым ракате читаешь фатиха и сурок, в третьем, четвертом ракате читаешь только фатиха, Аллаху Алим. Если я видел весь жизненный путь одного человека, он не молился, пил спиртное, совершал ширк, умер, но я не видел его при смерти. Могу ли я запретить совершать на нем жаназа намаз? Конечно, можешь, это не мусульмане. Да вознаградит Аллах вас раем, фирдаусом и всех мусульман и мусульманок. Амин. Я хотел бы узнать о намазе от духа. Каждый день делать от духа беда или сунна? Сунна. Можешь делать каждый день Аллаху Алим. Можно ли делать аяму, если только начал выздоравливать и еще слаб? Если ты используешь воду, тебя эта болезнь увеличивает или заново если болезнь думаешь вернется, а врачи тебе говорят, тогда можешь делать аяму. Аллаху Алим. В детстве видел, как моя мать делала зина с мужчинами. Я не могу с ней из-за этого общаться. Не могу простить. Она далеко от религии. Нет желания общаться. Обязан ли я ей чем-то? Да. Обязана твоя мать. Делай наставление и призови ее, чтобы она покаялась. Все равно какая бы плохая ни была, даже если мушник не будет. В этом дуне мы с ним должны хорошо относиться в Аллаху Алим. Жена была беременна. Мы развелись. На 47-й день случилось выкидыш. Через неделю я вернул ее. Но ее брат говорит, что время Идди закончилось после выкидыша. Они также отказываются от хулы и не возвращают махар. Жена была беременна. Мы развелись. На 47-й день случилось выкидыш. А через неделю я вернул ее. Я сейчас не понял. Через неделю после выкидыша и через неделю после развода. Если после его развода до выкидыша если ты ее вернул она твоя жена. А если выкидыш случилось после этого через неделю ты ее вернул ты не имеешь права вернуть если она не захочет. У вас уже развод считается в Аллаху Алим. И они не должны тебе махар возвращать. Это развод дал развод все то что ты отдал махар все это остается у нее. Я в Таджикистане я покупаю сосиски и колбасы написано можно ли их кушать мне кажется что они просто ставят знак у меня есть сомнения если есть сомнения не кушай в первую очередь узнай эти колбасы если мусульмане таджики делают кушай если с другой стороны кафирский принести тогда не кушай в Аллаху Алим. Можно ли работать почтальонам которые разносят штрафы ГИБДД нельзя это зум это притеснение и мы знаем как это наше ГИБДД работает как они в свой план наполняют пишут штрафы это помочь им притеснение людям эта работа тоже является запретным давно есть желание начать совершать намаз на что-то не дает как будто кто-то не пускает и есть боязнь совершения ошибок при совершении намаза и омывания как приоборот это конечно будет страх шайтан думает что оставят что сатана неду джинни они будут мешать зато ты должен прибороть это сейчас же данный момент даже эфира вставай искупайся делай омывание и начни молиться заходи на наш канал аллея ты сам там есть называется омывание пророка полностью показываю я там как надо омывание делать и после этого посмотри намаз пророка там показывай полностью намаз как надо делать лучше с некоторыми ошибками намаз совершать чем вообще его не совершать из этого сейчас же начни пусть Аллах поможет тебе мы знаем христианин и кафиры рвут и топтают Коран а можно ли мусульманину рвать и топтать инжил но назло им какое положение мусульманин за топтание инжила конечно нельзя там есть имена Аллаха там есть еще может быть некоторые слова Аллаха которые неизменены из этого мы не имеем права поступать например они ругают пророка Мухаммада и делают карикатуры мы должны айс алейх сам ругать нет если тоже наш пророк и мы тоже уверен не имеем права мы этого делать я делал намаз по мазхабу ханафи но я сам шафиит действительно ли мой намаз можно ли читать фатиху ханафи мазхаби когда имам тихо читает когда имам тихо читает должен читать намаз фатиху аллаху алям а так по любому мазхаби намаз читать намаз читается в аллаху алям я работаю психологом большинство моих клиентов христиане могу ли я за них молиться этим поводом призывать к едино божьей молиться чтобы Аллах направил их прямой путь можешь и призывать их прямой едино божьей тоже можешь в аллаху алям можно ли взять цену на 85 грамм золота которое указано в центральном банке если цена на золото в течение года то падает то поднимается тогда как вычислять в тот день когда уже время заката дошло в тот день сколько она стоит даже центральной банки рынке сколько стоит 85 грамм золота с этого момента считаешь тот день когда уже время заката подошло Я говорю жене, совершай намаз и одевай хиджаб. Она не одевает, не делает. Что будет мне перед Аллахом? Ахирата, брат, я беспокоен за это. Перед Ахиратом, этом дуне, чтобы ничего не было, не живи с такой женой. Или пусть начнется молиться и слушаться Аллаха, или же оставь ее, иншаллах, заменит тебе лучше. Нельзя с такой женой жить. Харам. В течение года я молился и не знал, что обязательно после семяизвержения нужен гусл. И мог совершить молитву только в суду. Нужно ли теперь после каждой молитвы возмещать такую же джазак Аллахайран? А так лучше возмещать. А если ты жил, или ислам принял в том месте, где мусульман нету, или мало мусульман, или знающих мусульман вообще мало, и не было тебе спрашивать, или же тебе рассказать об религии, тогда ты вообще не должен их восстанавливать. А если в таком месте ты жил среди общества мусульман, где мусульманы жили, и мог тебе спрашивать, и были люди, которые тебе подсказать были, но твоей халатности к религии, ты этого не делал, да, ты должен это все восстановить. Не обязательно после каждой молитвы еще одно дело. Ты можешь после каждой намаза по 10 даже делать, чтобы быстро за месяц закончить. 360 намаз, которые утренний пропустил, обедение, вот это все можно заново восстановить, если по твоей халатности. А за то, что или ты недавно ислам принял, и не знал этого, тогда иншаллах. Аллах простит тебя. Аллаху а'алам. Иншаллах, на этом у нас сегодня закончились вопросы. И эфир, и жазак мулаху хайран. Если Аллах, субханаху ата'алла, даст нам силу и возможность, мы встретимся в такое же время через неделю. Братцы мусульмане, изучайте свою религию. Читайте про ислам, читайте приведенные книги, даже на русском языке, очень много их, алхамдуллях. Из Едины Божьей можете читать полную расширенность, если ты хочешь узнать. Из Едины Божьей ты можешь читать книги вероубеждения Ашкара, шесть томов, они такие, веро в Аллах, ангелов, судны, каждый по отдельности. Очень хорошие книги. И также, чтобы знать, что написано в Коране, читайте толкование Корана, перевод на русский язык, Кулиева, или же Абу Адиль, или же более расширенное толкование Саады. Изучайте свою религию. Вы родились мусульманами или ислам приняли. Отдавайте свою жизнь ради религии Аллаха, Субханава Тааля. Если что-то вам препятствует этом, соблюдать религии, препятствия оставьте и соблюдайте религии. Не наоборот. Сперва препятствия делай, потом говорит, не могу делать намаз, не могу делать, поститься. Нет, наоборот. Все, что тебя мешает для совершения и соблюдения религии, оставь. Вечная жизнь, судный день, чтобы мы были с пророками. Мы должны в этом дуне жить. Религии. Жить религии это не означает оставить весь дуне. Наоборот, даже можем мы дуне использовать, чтобы заработать ахира. Пусть Аллах Субханава Тааля поможет вам и нам соблюдать религию Аллаха Субханава Тааля. Братья и сестры, современные правила пользования некоторыми интернет-площадками, позволяющими выкладывать свой контент, такими как YouTube, Instagram, Facebook и Twitter, сегодня меняются под эгидой борьбы за свободу слова. К сожалению, как это часто и бывает, это является самой настоящей цензурой, под которую попадают исламские каналы, и наш прежний канал не является исключением. Поэтому мы призываем всех и каждого, чтобы вы скачивали наши ролики с нашего канала и перезаливали их на другие каналы или делились ими в других соцсетях, чтобы весь тот труд, который наша команда вкладывает в производство этих роликов, не пропал. Для вашего удобства мы разбили наш канал на тематические плейлисты или на актуальные видеоролики. Поэтому делитесь ими в соцсетях, подписывайтесь на наш канал, включайте все уведомления, нажав на колокольчик, и становитесь одними из тех, кто является распространителем блага и добра. Ассаляму алейкум.